Дорогие коллеги, мы начинаем уже вторые театрские чтения, но вот день сегодня такой печальный оказался, и большинство представителей университета, и большинство, часть представителей университета, естественно, на панихиде по Лидине Алексеевне Любитской, поэтому у нас будут какие-то сбои, сдвиги, возможно, пересечения, возможно, изменения в программе из-за того, что произошло. И поскольку мы все так или иначе связаны, были связаны, к сожалению, с Людмилой Алексеевной Вербицкой, давайте тоже почтим ее память. Здесь просто минуты молчания, сколько мы не можем участвовать в этой панихиде. Спасибо большое. У меня ощущение, я не знаю, как у Михаила Александровича, ощущение, что ушел последний из наших учителей. Больше, по-моему, просто уже не осталось. Людмила Алексеевна была последней. Но мы начинаем наши пеатрусские чтения. Мы проводим их в память Романда Генриховича Пеатрусского. И я представляю слово нашему проректору Михаилу Юрьевичу. Мне кажется, что приветствовать столь уважаемую почтительную конференцию, конечно, лучше стоя. И действительно, сегодня тяжелый день, но при этом нельзя останавливаться, нельзя смотреть только в прошлое. Нужно на том, что сделано, на том базисе, который делают великие люди, а Людмила Алексеевна, конечно, была великим человеком, строить будущее, развиваться, использовать те труды, те силы, которые они отдали в развитие науки, направления и общества. Поэтому действительно, от лица Герценовского университета я с огромной честью приветствую вас, приветствую конференцию. Я могу сказать, что за эти два дня достаточно много очень знаковых событий произошло, в том числе в направлении лингвистики. Почему-то у меня так получилось, что сегодня я с вами, а вчера мне посчастливилось поучаствовать в петербургском диалоге, такой формат германско-российского взаимодействия, экспертной группы по науке и образованию. И был очень интересный доклад представителя одного из достаточно молодых университетов Германии, который рассказывал о том, чем занимается их университет в области цифровых технологий. И три аспекта, которых он обозначил, сразу сказав, что в первом из них, в распознавании образов, Германия сейчас проигрывает Китаю. То есть Китай впереди планеты всей по распознаванию образов. Но два оставшихся – это распознавание текста и распознавание речи. Пока Китай до европейского уровня далеко. Я считаю, что во многом это заслуга не только отдельно Европу, у нас иногда начинают делить Европу, Россию. Нет, это заслуга в целом лингвистов и Советского Союза, и Западной Европы. Это та научная база, которая позволила сейчас быть впереди в столь действительно актуальной теме, как распознавание текста и речи. Не случайно, на мой взгляд, конференция проходит в Берсоновском университете, потому что как сложно объяснить просто к учителю, ребенку, почему клавиатура именно QWERTY, а не как-то по-другому расположены буквы на клавиатуре, это то, с чем сталкиваемся мы каждый день. И вот этих вопросов на самом деле огромное количество. И не обсуждая фундаментально на высоком научном уровне, мы не сможем их объяснить спокойно, аккуратно детям, понятным им языком. И в данном случае инженерная лингвистика – это действительно метод перевода с одной стороны нашего языка на язык цифры, с другой стороны языка цифры нашего языка на язык педагогики. И во многом это действительно фундаментальное область знания, которое дает абсолютно прикладной эффект, и который чувствует каждый из нас, даже если он в этот момент не подразумевает. Знаете, в целом фамилия Театровский – это очень известная фамилия, очень много известных ученых с такой фамилией. И в данном случае конференция «Пеатровские чтения». Есть еще одна очень интересная конференция – чтение памяти Пеатровского, которую проводит Эрмитаж, памяти Бориса Борисовича Пеатровского. Так вот, на одной из конференций, на одних из этих чтений памяти Михаил Борисович Пеатровский, директор Эрмитажа, сказал, «Вы знаете, сегодня так замечательно прошли наши чтения, что Борис Борисович был бы доволен». Я желаю этой конференции продуктивной работы так пройти, чтобы Раман Генрихович мог сказать, что он доволен. Спасибо вам огромное и отличной вам работы. Андрей Леонидович, вы как инициатор в очень большой степени конференции. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, конечно, для меня большая честь участвовать в открытии этой значимой конференции для, скажем так, не только лингвистов, но и инженеров, но и программистов. Потому что та тематика, которую инициировал, начал Раман Генрихович, она является междисциплинарной. Она находится на стыке, на стыке многих наук, друг друга, те, кто собрали здесь, мы не способны, без друг друга, мы не способны создать те инструменты, которые бы позволили нам объединить специалистов, а главное, людей, которые говорят на разных языках. Те лингвисты, которые участвуют в этой конференции, они на голову выше других, потому что им приходится работать сразу с несколькими языками одновременно. Вот сейчас вместе с Карпом Алексеем Анатольевичем мы пытаемся организовать, провести конференцию в 2022 году, большую конференцию «Интерспич». И, к сожалению, там не так много представлено специалистов от России, как раз это связано с тем, что очень мало у нас специалистов России, которые занимаются междисциплинарной наукой, в том числе лингвистической, в том числе под проблемой машинной переводы. Поэтому вот у этой конференции большое будущее, она должна активно развиваться, привлекать новых специалистов, новые сообщества. И это видно с каждым годом, с каждым разом у нас расширяется как география участников конференции, так и большой приток молодежи в нашей ряды, в нашу конференцию. Институт информатики, который я представляю, является одним из основоположников процессов информатизации, цифровизации, лингвистических процессов. И те речевые технологии, которые мы разрабатываем, они как раз используются и в обществе, и в других технологиях военного применения. Вы прекрасно знаете, что речевые технологии являются одним из ключевых аспектов в области искусственного интеллекта. К сожалению, сейчас стратегия искусственного интеллекта, к сожалению, к счастью, разработана Сбербанка. И сейчас на базе Сбербанка создаются также научно-исследовательские институты, образовательные организации. И они пытаются, стараются создавать свои технологии фактически с нуля при колоссальном финансировании, которое они имеют. Но я уверен, что без академических структур, без университетских специалистов они никак не смогут решить эту междисциплинарную проблему. Проблему человеком-машинного взаимодействия, проблему взаимодействия людей между собой на разных языках. Поэтому я еще раз поздравляю вас всех с открытием этой конференции. Конечно же, так трагически совпало с другим событием. Но, тем не менее, давайте держаться на позитиве, прослушать все доклады, найти общие темы еще раз, найти общие темы для новых проектов, новых статей, новых изданий, где вы можете публиковать свои замечательные результаты. И давайте держаться вместе. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо за поддержку предприятия. Поскольку Витя Павловича Ахаров, к сожалению, тяжело заболел, лежит, называется, спасибо, лежит в росток, то я позволю себе занять некоторое время на то, чтобы напомнить, может быть, молодым коллегам и напомнить тем, кто работал с вами, Матем Генриевичевичем, то, чем, что представляло особый интерес для него. Итак, какие основные направления интересовали Витя Павловича в течение его уже, в общем, долгой жизни. Первое направление, с которым он начинал и которое практически не будет представлено на этой конференции, это романистика. Поскольку докторская диссертация Раима Дагенриевича была по романистике, и сегодня по новым правилам ВАЛКО он, вероятно, даже не смог бы быть оппонентом по работам по прикладной математической лингвистики. Но дальше основное направление была лингвостатистика, которой Раймут Генриевич занимался, в общем, долго и очень активно. Ну, сюда же к этим направлениям относится машинный перевод и вообще исследование речемыслительной деятельности человека. Сегодня всем этим занимается центр, который создан Праймутом Генриевичем в нашем университете. Он называется «Центр теоретических и прикладных компьютерных исследований филологии». И все проблемы, о которых шла, вот, которые я перечислила, они так или иначе находят отражение в работах этого центра, основными задачами которых состоит в проведении фундаментальных и прикладных исследований. И по мере сил, возможностей и наличия или отсутствия грантов мы так или иначе на инициативной основе этими проблемами занимаемся. Если говорить о лингвостатистике, которая на сегодняшний день, как мне кажется, приобрела новое значение, новое осмысление и очень активно начала использоваться. Я хочу напомнить, что в течение многих лет существовала так называемая всесоюзная группа статистики речи, которая объединяла ученых из России, Молдавии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии и так далее. Практически действительно охватывала весь союз и конференции, которые проводились этой группой статистик и речи, действительно позволила нам, всем участникам, увидеть очень большую страну и массу разных интересных мест и городов. Но кроме этого, это всегда были конференции, семинары, школы, которые позволяли обсуждать проблемы лингвостатистики. И основные направления, которые были в работах Рамонда Генриховича, это исследование лексического спектра текста на основе построения разного рода частотных словарей. Сегодня то, что происходит, в общем-то опирается на в лингвостатистике опирается на различные распределения, которые были описаны, распределения лексические спектры, которые характеризуют тексты и лексические единицы разных предметных областей, разных авторов. И отсюда задачи исследования анонимных и псевдонимных произведений, которые тоже интересовали Рамонда Генриховича. Что сегодня? Сегодня есть ситуация, которая называется big data, большие данные, и если раньше мы решали вопрос о том, какой же объем текста следует отперфорировать лилейными ручками, поскольку другого способа не было, для того, чтобы можно было получить по конкретному языку и конкретной теме достоверные и презентативные результаты, то сегодня мы решаем, сколько и каким образом взять из той массы текстов, которые существуют, для того, чтобы не рассматривать миллиарды разного рода объемов, которые сегодня дают корпуса. Хотя, опять-таки, мы приходим к тем оценкам, которые в свое время сделал Раймунд Генрихевич, Кладыбай Бектаевич, Бектаев, для того, чтобы определить, для какого языка, для изучения его лексики, какой объем текста следует проанализировать. Но я хочу напомнить, что Раймунд Генрихевич всегда очень тщательно относился к отбору этих текстов и их балансировки. К сожалению, сегодня, когда речь идет о каких-то результатах статистических исследований, вот этот отбор и балансировка оказываются либо забытыми, либо взятыми достаточно произвольно. об использовании статистики в машинном переводе я еще скажу, но я хочу сказать еще об одном направлении, можно сказать, которое мне кажется в общем-то опасным. Это желание использовать мощности современных компьютеров для того, чтобы посчитать с помощью их, достаточно провести с их помощью сложные вычисления, а потом спросить у лингвистов вычисления характеристик лексических единиц, каких-то синтаксических конструкций, а потом спросить у лингвистов, а как им кажется, что, собственно говоря, это результаты, которые получили, отражают. Но это такой вот, к сожалению, математический и инженерный подход, который со времен Маркова использовал, при котором со времен Маркова использовались тексты для решения разного рода задач статистики. Значит, вот и биг-дейта и вот эти расчет коэффициентов мне кажется важными вещами, которые, в общем, следует обращать внимание и следует учитывать их возможности. Если речь идет о машинном переводе, и Роман Генрихович очень активно занимался этими задачами, то прежде всего он считал, что необходима разработка практической системы машинного перевода. И в тот тяжелый для машинного перевода период, который наступил после так называемого отчета Американской Академии наук, и назывался машинный перевод без машин, мы продолжали заниматься машинным переводом на уровне разработки словарей, автоматических словарей, двуязычных словарей, и вот при работе над этими словарями использовались статистические методы в том смысле, что отбор лексики в эти словари соответствовал тому, что было в конкретных предметных областях, поскольку все словари, разработанные для системы Силот или Ватлас сегодня, это словари, которые ориентированы на конкретные предметные области. Дальше была идея, разрабатывалась Роман Денгенетович и его учениками идея лингвистического автомата как комплекса программ словарей, решающих задачи автоматизированной переработки текста. Сегодня мы говорим не столько о лингвистическом автомате, сколько о автоматизированном рабочем месте, которое тоже представляет собой комплекс вот такого рода информации, программных продуктов, ресурсов, связи с интернетом, возможности использования банков данных и так далее. И при этом естественно очень важное остается применение статистических методов к накопленным массивам переводных данных. Отсюда системы переводческой памяти, которые возникли тогда, когда можно было хранить эти огромные массивы информации на компьютере, в интернете, в любой другой ситуации. но статистические методы здесь ведь еще очень важны в том смысле, что при работе с системами переводческой памяти используются статистические методы для того, чтобы понять, что какие-то фрагменты текста, скажем, до 90% соответствуют друг другу исходный текст и его перевод, который уже есть в базе данных. И вот здесь используются разного рода статистические оценки. Но, если говорить о машинном переводе, то по-прежнему осталась невозможность моделирования или наше неумение моделирования экстралингвистической информации. Мы как не умели это делать, так и не умеем. В свое время, очень давно, когда начинали учиться Лево Феллзингер, тоже один из наших любимых учителей, всегда говорил, компьютер может все. Это было в те времена, когда компьютер, как мы сегодня понимаем, мог очень мало. Это мы не можем. И вот в том, что касается анализа экстралингвистической информации и ее использования для решения задач перевода, мы остаемся на том же уровне, на котором были. Мы по-прежнему не знаем, как это смоделировать. Мы не знаем, как смоделировать инсайд. Это остается все, как было. Ну и, конечно, сегодня по сравнению с тем, что было в то время, когда работал активно Райман Генрихевич, очень сильно изменились возможности. Конечно, они связаны прежде всего с ростом скорости переработки информации и с ростом объема сохраняемых данных. Эти вещи просто не сопоставимы с тем, что происходило на первых машинах, которые были доступны лингвистам, поскольку далеко не все большие машины были нам доступны. они, естественно, связаны новые возможности с развитием самих систем программирования, с техническими возможностями компьютеров и прикладных систем. Сегодня даже представить себе невозможно, что при решении, скажем, задач перевода больших по тем временам массивов текстов решался вопрос, что выгоднее сделать, перенастроить сканер или отперфорировать тексты на, или отпечатать тексты на специальной машинке, которую, шрифт, который сканер бы прочел. Специальные оценки делали, скажем, в американской системе, когда они создавали систему перевода с английского на вьетнамский. Сегодня мы просто даже не задумываемся о том, какое количество шрифтов может распознать, отсканировать. А я помню очень хорошо, как обсуждали вопрос о том, что вот он четыре шрифта может взять, а в любом научном журнале их минимум шестнадцать, значит, журнал невозможно отсканировать. Вот этих препятствий, которые были, нет, но, в общем-то, возможности интеллекта человека не изменились. И, соответственно, мы должны помнить о том, что все, что, чего не умеет компьютер, не умеем мы, или, по крайней мере, мы не умеем это смоделировать. Но я могу пожелать нам только успеха всем. И, так или иначе, те проблемы, которые интересовали Романда Георгиевича, они продолжают нас интересовать, мы продолжаем им заниматься. И поэтому я желаю нам успеха, потому что, кроме всего, вот, в том, что касалось этой группы статистика речи, мы очень ценили возможность активного обмена мнениями, информацией, данными. Полученные результаты в одном месте использовались в другом, ну, естественно, со ссылками, но даже не было вопроса о том, чтобы, вот, закрыть какие-то собственные результаты и не дать им коллегам. Вот, это, мне кажется, в определенном смысле нарушено, и очень хотелось бы, чтобы это активно развивалось. Спасибо.